Добрый день! Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло! Алло! Здравствуйте! Здравствуйте! Алло! Так, здравствуй! Евгения Сергеевна? Ну? Меня Ангелина Алексеевна зовут, звоню. Я вам из департамента взыскания Восточного экспресс-банка. По поводу вашей задолженности звоню Евгения Сергеевна. А Ангелина Сергеевна, как фамилия это? Ходеева. Очень приятно. Евгения Сергеевна, что у вас происходит? Да, у меня все хорошо. Ну, до сих пор не восстановились в графике платежей. Я бы не сказала, что у вас хорошо. Тут я уже знаю о своих долгах. Может, о чем-нибудь другом поговорим? Вы мне помолчать позвонили? Ну, да я жду, когда вы просмеетесь. А я не смеюсь. Я смотрю, вам весело. Мне хорошо. Вам хорошо? Отлично, да. Вы боитесь, я спешу на спорте с настроением. Чем это интересно? 297 тысяч рублей. Вы обязаны завтра оплатить. Таковы требования Восточного экспресс-банка. Да вы что? Да быть такого не может. Дальше что? Где деньги брать будете до завтра? Так нигде не буду брать. Как я их возьму, нарисую, что ли? Ну, если вдруг... Что у вас было? У вас было два с половиной года, Евгения Сергеевна. Ну, и что теперь? Было, да прошло. Надо было зарабатывать. Или ни вы, ни муж не способны заработать? Не способны. Не способны? А что, врали, когда оформляли кредит? Зачем? Нет, не врали. А что же тогда происходит? В декрет вышло. Что теперь делаешь? Вы в декрет вышли, а муж? Муж детей. Отправили мужа на вторую работу. На треть. Ну, ты идите, а не отправляйте. Работал бы круглосуточно. Обеспечивал бы оплату по кредиту и детей. Так вы мне дайте ответить-то. Идите, отправляйте своего мужа. Почему я должна своего мужа? Евгения Сергеевна, а я зарабатываю достаточно, и супруг зарабатывает достаточно, чтобы не влезать в кредиты. Да, молодец. А вы взяли кредит, который по какой-то причине не возвращаете. Кому должна быть? Евгения Сергеевна, нет. А чему завидовать? Чему завидовать? Денег нет, но вы же деньги. Женщинник, у которого дело дошло до суда. Да вы что? И что теперь? Женщинник, который скоро будет направлен в службу соцопеки. Детей, предупредите, что мама с папой они перестанут видеть. Что лишают родительских прав таких. Да, да, да. Что вы смеетесь-то? Так вы такой... Что смеетесь, Евгения Сергеевна? Вы трезвые сейчас? Вы в своем уме? Вы что орете-то? У вас с нервами не в порядке? Я не кричу, Евгения Сергеевна. У меня с нервами в порядке. А у вас, смотрю, нервный смех. Нет, у меня хороший смех. Людям нравится. Людям нравится? Да. А людям нравится то, что вы деньги воруете? Мы не воруем. Нравится? Нет, мы не воруем. Или не в курсе еще? Это вы воруете. В чем не в курсе? Вы расскажите друзьям, что деньги-то берете и не отдаете. Все знают, все знают. И вы этим гордитесь? Гордость? Да вообще разбирается. А детей из детства тоже к этому приучаете, Евгения Сергеевна? Мы к моим детям пристали. Вот иди своим детям и их утикать. Да ничего, мне жалко. А мне жалко детей, что они растут в таких условиях. Учелки в попке, понимаешь? Ой, да вы что? Что вы знаете, Евгения Сергеевна? Да, я много чего знаю. Да? Много чего знаете? А знаете то, что у вас сумма для восстановления в графике 450 тысяч? Да вы что? Знаете? Быть такого не может. Но вы там накрутили. Продолжим дальше в том же духе. Евгения Сергеевна. Миллион когда-нибудь заплатите. Не вы так дети, не дети так внуки. Будем по наследству передавать от одного к другому. Знаете так, из рук в руки, как говорится. Ой, ну сказочники невыносимые. Хороший вариант. Хороший вариант. Хороший вариант, я тоже так думаю. Что еще сказать? Чтобы всех уж наградить, вы детей-то обеспечили заранее жильем отдельным. Слушай, иди твоих детей жалеешь, что ты моих жалеешь. Своих детей сама пожалеешь. А я твоих, а что мне моих детей жалеешь? Ну а что ты моих детей жалеешь? У моих детей, у моих детей родители, не должники. Люди способные заработать, а не набирают кредитов. Младшие работают попрошайками, отлично. Да я лучше буду попрошайкой работать, Евгения Сергеевна. Чем набирать деньги, не отдавать. Вы знаете, как называют людей, которые берут и не возвращают? Воры. А знаете, как называют людей, которые не соблюдают законодательство? Притупники. Да что вы, какая семья. В какой честной семье растут дети? Слушайте, а что вы там в банке сидите? Идите сразу в ментуру работать. Ой, Евгения Сергеевна, я по крайней мере вне дома сижу. Ну молодец. Гордись за пенсии. Горжусь, буду гордиться собой. Молодец, молодец. У меня такое чувство, что я разговариваю сейчас с 10-летней девочкой. И что дальше? Ну какие вам дети? Вот какие вам дети? Мне кажется, детям лучше будет у вас нет, как где-то. Подзабрались под забор и трендец не могу. Скажите мне честно, вы трезвы сейчас? Я очень даже трезву. Это вы, потому что неоднократно я, неоднократно я разговаривала с сотрудниками нашего банка по поводу вас. И многие говорят, что вы постоянно во время диалога очень невнятно говорите. Что создается впечатление, что вы пьяны. Ой, блин, дебил. Ну извините меня, вы сейчас смеетесь абсолютно безпричинно. Так надо ахинеей вашей смеюсь. Вы такую ахинею несете вообще. Вы мне позвонили рассказать о моем долге? Вот рассказали, все, до свидания. А уж о моем поведении я подумала сама, а не вы долбоебый будете. Евгения Сергеевна, здесь меч заберите. Я помню, как меня зовут. Игрушки, чемоданы им сложите. Иди в задницу, овца. После вас, Евгения Сергеевна. Делай тебе татуировку. После вас. Так о чем мне? Мне-то не надо. О-о-о. Евгения Сергеевна. Что? А как с вами идиотами еще разговаривать? Вы успокоились? Вы высказались? Я смотрю, у вас комплексов уйма. У вас уйма комплексов. Вы способны только на то, чтобы срывать свой негатив, выливать на кого-то, кого вы даже не видели в лицо и знать не знаете. Так вы же голос из трубки, я вас не знаю. Я о вас сейчас сушу непосредственно, потому что у вас происходит. Вы мошенники, мне звоните, требуете чего-то, не знаю. Вы меня мошенницей называете? Конечно, вы мне не представились нормально. Вы мне паспортные данные свои не предоставили. Откуда я знаю? Вы мошенник, украли мои данные. Сказать, Евгения Сергеевна. А мне-то зачем? Я свои знаю. А мне-то они нафига, я свои знаю. От оплаты отказываетесь по кредиту, я правильно понимаю? Да я вообще вам ничего говорить не буду. Я вас не знаю, вы для меня мошенники, все. То есть я вам фиксирую отказ от оплаты, да? Да хоть на лбу тебе татуировку сделай, господи. Обязательно сделаю с вашим именем Евгения Сергея. Да, не ходи, как дура тупая. Как смешно. Вот действительно, разговаривай с девочкой пятого класса. Да, я вот разговариваю с идиоткой, с дурдомом, которая сбежала. Евгения Сергеевна, если честно, скажите, вам показывает пальчик, вы смеетесь? Вас в психбольнике не длится? Вам пальчик показывает, вы смеетесь? Вас в психбольнике не долечили? Сегодня день открытых дверей в дурдоме, я смотрю. Одна, другой, хлеща. Не о чем я говорю? Продолжай, посмеюсь. Ну давай, смейся, я послушаю, какой у тебя дебил. Служба социальной опеки, вот эту запись обязательно предоставлю. Ну давай. И что они там скажут? Не имеет права, такой родитель, не имеет права, такой родитель воспитывать детей. А где у вас доказательства, что это я? Потому что такой родитель не сможет детей воспитать. Где у вас доказательства, что это я? Ты ответь мне на вопрос, идиотка. Где доказательства, что это я с тобой разговариваю? Ты меня не дефицировала. А почему вы в дефицировали? Ты меня не дефицировала. Так вы сейчас третьему лицу предоставляете информацию, какие-то кредитные отношения с банком, вообще другому человеку. Вы меня никак не дефицировали. А что, а вы врете, да? Еще чего-то говорите. А вы изначально наврали, что это вы? Что ты такая, чтобы я перед тобой учитывалась. А врать нехорошо, врать нехорошо. А врать нехорошо, как детский сад, штаны на лямках, честное слово. Детский сад, штаны на лямках. Сергей, Сергей, ну у вас там ребенок кричит. И что? Где-то на фоне. На фоне тебя. Ты иди на себя, обрати внимание. А то немного времени осталось у вас на детей смотреть. О, я смотрю. О, девушка, да вы сейчас это... Ребенок плачет, вы не слышите? Слышу, и что? А вам, смотри, веселее вот так вот, да? Похамить кому-то. Да? Удовольствие доставляет Евгения Сергеевна? Мне удовольствие доставляет. Очень. С вами идиотами разговаривать. Но это комплексы, Евгения Сергеевна. Комплексы у вас, потому что вы работаете буквально... Минимальная сумма к оплате у вас в данный момент, к оплате, 13 тысяч рублей. Согласно вашему кредитному договору. Слушайте, у вас голос дебильный вообще. Согласно вашему договору. Вы так вообще разговариваете дебильно просто, это вообще. Да вы что? Да вообще прям... Фу. Вас слушать вы как... Нет слова вообще, Евгения Сергеевна. Вы как магните на рынке поработали. Честное слово. Евгения Сергеевна. Вы с рынка, да, пришли работать. Вы будете дальше высказываться? Да я уж высказала, что с вами идиотами разговаривать. Что же у вас такой умной и талантливой женщины? Бизнес-то рухнул. А? Где у меня бизнес нашли? Где у меня бизнес нашли? И Пес Передонова Евгения Сергеева в 2011 году рухнула. Он меня не рухнул. Наверное, недостаточно умные были, чтобы удержать бизнес. У меня не было бизнеса. Да? Тупо рыло это создание. Господи, вот я с кем сейчас говорю? Не знаю, с кем вы разговариваете. Евгения Сергеевна, вот эту запись, если еще и отправить мужа вашему на работу, муж все уволят. Нет, не уволят. И куда пойдет? Он на рынок торговать? Да ты пойдешь на рынок торговать. Скоро вас точку прикроют. Да нет, Евгения Сергеевна. Ваш банк уже находится на стадии санации Центрального банка. А долг вы все равно будете платить? Будете. Евгения Сергеевна, спешу вас огорчить. Спешу вас огорчить. Нам продлили лицензию. Я и так получу. Евгения Сергеевна. Если вас не устраивает, идите. Да что вы говорите, банк рухнет. Спешу вас огорчить. Нам продлили лицензию. Ну вы молодцы. До конца своих дней вы будете закрывать ваш долг. И что? Где в это время будут находиться ваши дети, я не знаю. Помимо данного номера телефона, дополнительные номера телефонов есть для связи. Вы мне сейчас угрожаете? Вопрос вам задал, а я вам не угрожаю. Я говорю лишь о том, что служба социальной опеки будет заниматься вашим вопросом. Я на вопросы идиотам не отвечаю. Всего доброго тогда вам, Евгения Сергеевна. Ну давай, вам не кашляй. Ну до свидания. Нет, смотри пукан, не разорви. Господи, успокойтесь. До свидания.